Виртуальная вселенная не так дружелюбно, как мы привыкли думать. Это пространство, где живет все самое зловещее, что могло быть придумано человеком. Все самые темные стороны человеческой натуры выползают наружу и расправляют крылья. Виртуальной реальности у зла нет никаких преград. Оно творит все, что хочет. Гибнут сотни и тысячи людей. Стираются в порошок города и страны. Рекой льется кровь. Здесь выживают только сильнейшие. Мы представляем вам самые враждебные человеку грани виртуального измерения. Вы узнаете о том, кто горит лютой ненавистью к человечеству. Для кого людская жизнь – вопрос нескольких долларов. Кому ничего не стоит истребить целый народ и даже не вспомнить о его существовании. Вы поймете, что виртуальная реальность – это самое настоящее отражение ада на Земле. Знайте, видеоигры – это не игрушка. В эфире программа «Страшно интересная десятка самых губительных эпидемий виртуального мира». Готовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня вы переживете десять самых губительных эпидемий, которые случались по ту сторону экрана. Вы увидите самые небывалые болезни и самых тяжело больных персонажей. Массовые недуги, бесповоротно уродующие заболевших и безвозвратно уносящие их жизни. Все это в нашем хит-параде самых страшных эпидемий виртуального мира. В конце 90-х годов в городе Черноозерске был построен секретный правительственный комплекс «Ледник». В здешних лабораториях проводились страшные и жестокие эксперименты, результатом которых стали генетически модифицированные организмы и вирус «Тьма-12». Однажды вирус вырвался наружу и с огромной скоростью распространился среди черноозерцев. Инфицированные жители города обезумели. Одержимые жаждой насилия они истребляли друг друга и любого, кто ненароком оказывался в здешних краях. С этим безумием пришлось разобраться молодому спецназовцу Андрею Егорову из территории тьмы, который своими стараниями сдержал дальнейшее распространение эпидемии вируса и загнал его на десятое место. Глубоко под арктическими льдами однажды был открыт новый вид микроорганизмов. Клетки могли впитывать в себя любую органическую материю и перенимать все ее свойства форму, повадки, образ мыслей. Члены исследовательской группы, столкнувшись с новой материей, стали первыми ее жертвами. К месту трагедии был отправлен на отряд морских пехотинцев США во главе с майором Блейком. Но спустя короткое время многие из солдат подхватили неизвестную заразу. Зараженных становилось все больше, и однажды нечто начало вырываться наружу, превращая человека в безобразного злобного зомби и нападая на неинфицированных сослуживцей. Единственным, что могло остановить нечто, был огонь. Уцелевший Блейк использовал все запасы горючего и газа, чтобы превратить северный форпост номер 31 в груду дымящихся обломков. Мечтающая распространиться по всему миру отвратительная биоформа из нечто застыла в вечной мерзлоте и на девятом месте нашего хит-парада. Попав на континент Азерот, демон Нерзул, он же король Личий, начал простирать свое безграничное магическое сознание с целью поработить разумы обитателей этого смертного мира. Поместив энергию чумы в несколько переносных артефактов, Нерзул приказал своим послушникам перевести эти котлы в разные концы континента. Города и деревни подхватили заразу почти немедленно. Живые существа, заразившиеся чумой, умирали, а затем поднимались в качестве послушных слуг короля Личий. Члены культа проклятых были рады умереть, чтобы восстать снова и служить темному повелителю. Скоро эта растущая армия короля Личий сметет почти все человечество с лица Земли. Эпидемия нежити в Азероте. Восьмая по масштабу в виртуальном мире. Прервемся на несколько минут рекламы, после которой вы узнаете, в ком заключено самое мощное биологическое оружие. Как чума расправилась с прекрасным северным городом. Это страшно интересная десятка самых губительных эпидемий виртуального мира. Оставайтесь с нами. Геймленд Ру. Заходи, читай, играй и выигрывай. Виртуальные болезни не щадят никого. Ни тех, на кого они наслоны, не их создатели. В эфире хит-парад самых безжалостных эпидемий по ту сторону экрана. В 25 веке земляне одержали верх над расой Шрут. Но проигравшая сторона не захотела сдаваться просто так и заразила смертельно опасным вирусом девушку по имени Карина. Ее тело замороженное в криокамере было оставлено в специальной зоне на земле. Доктор Джейк Мэйсон был направлен в этот сектор с заданием вывести девушку вместо исследований. Но во время транспортировки корабль с саркофагом и Мэйсоном внезапно был сбит. Доктор чудом остался в живых, однако его ценный груз выбрался из криокамеры и сбежал. Вирус делал человека невероятно сильным и способным испускать разрушительные энергетические разряды, но при этом быстро убивал своего хозяина. Сегодня лишенные возможности излечиться персонажи пария в ожидании чуда замерли на седьмом месте нашего рейтинга. Невервинтер по праву называли городком умелых рук и жемчужиной севера. Но однажды в здешние края пришла страшная напасть эпидемия чумы. Город охваченный отчаянием погрузился в хаос. На улицах мародерствовали бандиты, заключенные сбегали из тюрьм. Из могил поднимались мертвецы. Численность жителей резко сократилась. К счастью, один отважный воин смог добыть четыре компонента для создания лекарства чумы. и она отступила на шестое место нашего хит-парада. В 1947 году в штате Нью-Мексико Близ Розвелла потерпел крушение инопланетный корабль с несколькими пришельцами на борту. Правительство США оцепило территорию катастрофы, чтобы построить на месте падения тарелки огромную подземную базу для научных исследований в сотрудничестве с серыми, как стали называть внеземных гостей. Американцы стремились заполучить новые военные технологии, а серые земные ресурсы, в том числе и человеческие, для своих шокирующих экспериментов. Однажды, уже в 21 веке, в многоуровневой лаборатории произошла авария, и в вентиляцию попал опасный мутаген. Он мгновенно разлетелся по этажам, и тем в базе, кто вовремя не успел надеть противогаз, было уже не помочь. На глубине трех милей под землей живет порожденная инопланетянами и людьми эпидемия из зоны 51, которой мы сегодня отвели пятое место. Несчастные жители Оберна даже не имели представления, какая бомба замедленного действия заложена прямо под ними. Зная никакими последствиями могут обернуться для их родного городка исследования, который проводила корпорация ATC, то они собрали бы вещи и в спешном порядке покинули бы это проклятое место. А началось все с того, что вышеназванная компания, занимаясь исследованиями последствий нахождения организма в безгравитационной среде, переключилась на военный проект по созданию биомеханических воинов. его руководитель решил использовать генетический материал своей дочери, обладавшей телепатическими возможностями. Но такой эгоистично жестокий поступок отца, лишившего дочь радости жизни, не прошел бесследно. В одном из районов, который находился непосредственно над лабораторией, странным образом начала повышаться смертность. Страшную эпидемию было не остановить. Сначала вымер весь район. Потом смерть перекинулась на соседние улицы. Далее на весь город. Так маленькая Альма мстила человечеству за то, как оно обошлось с ней. Но ограничится ли ее месть небольшим оберном из Project Origin? В безопасности лезь твой город. Пока этой странной болезни мы отводим четвертое место. Но кто знает. Впереди тройка наиболее ужасных массовых заражений за всю историю виртуальных миров. Оставайтесь с нами. надевайте респираторы и резиновые перчатки. Мы переходим к тройке самых жестоких и массовых эпидемий виртуальной вселенной. Этот удаленный городок в степи один из многих подобных богом забытых точек на карте, названия которых малоизвестны даже в окружной управе. Болото, кладбище, скотобойни и бесконечная степь. Вот все, что окружало этот островок цивилизации. Где, как ни здесь, было появиться песочные язви, страшные болезни, ставшие настоящим кошмаром для и без того несчастного города. Каждый день у десятков жителей обнаруживались симптомы недуга, а к вечеру население уменьшалось. Никто не ведал, как бороться с эпидемией, как лечить больных, ведь непонятно было даже кто или что является источником заразы. Власти, как могли, пытались бороться с эпидемией, блокируя районы и жестоко расправляясь с заболевшим. Но все тщетно. Песочная язва снова возникала из ниоткуда и за несколько дней забирала жизни сотен горожан. А потом исчезала, чтобы через какое-то время снова прийти за своим страшным оброком. Мор в городке стал третьим в списке самых страшных эпидемий виртуального мира. Компания из США построила в Санта-Кабезе лабораторию по разработке новых методов разведения крупного рогатого скота. Однако в ходе исследований ученым удалось случайным образом открыть новый вид насекомого названного королевой способного одним укусом превратить животное в зомби. Но по недосмотру лаборантов одна королева вылетела на свободу и заразила сначала все поголовье скота а потом и подавляющее большинство населения Санта-Кабезе. жители были обречены и превратились в зомби чудом уцелели лишь единицы насекомое королева принесла на своих крылышках эпидемию зомбификации на вторую строчку в списке самых страшных эпидемий виртуального мира. Что же за напасть заняла лидирующую позицию нашего сегодняшнего шокирующего хит-парада? Вы узнаете это после того как мы еще раз взглянем на те эпидемии которые беспощадно убивали людей но убили недостаточно чтобы называться самыми ужасными. Десятое место занимает вирус Тима-12 из территории Тьмы который истребил всех людей в секретном научном городке оставив в нем только зомби и размороженных смертников. На девятой ступеньке застряло во льдах нечто странная органическая материя уничтожившая целую научную базу и большой отряд морских пехотинцев. Восьмая строчка рейтинга принадлежит армии нежити из Варкрафт-3 которая восставала из мертвых повинуясь деспотичным приказам коварного нерзула. Седьмое место завоевал вирус пария исходящий из организма карины и сумевший превратить землю будущего в зону заражения. На шестой позиции прочно поселилась чума из Neverwinter Nights нещадно косившая и бедных и богатых. Пятое место спрятано глубоко под землей в Нью-Мексико потому что там находится секретная научная база в которой разгуливают яростные солдаты зараженные вирусом внеземного производства. Четвертое место находится в руках восьмилетней девочки из Project Origin манипулирующей городом Оберон и распространяющей в нем смертельные болезни. Третье место отходят песочные язви из Мор Утопия за то, что эта напасть жестоко сгубила и без того несчастный город в степи. Почетная серебряная медаль достается на пасти из Dead Rising Ну а прямо сейчас мы представляем вам самую страшную эпидемию виртуальной вселенной. Испанская осень Обычная испанская деревушка Обычные испанские рабочие и крестьяне Но что-то здесь не так Местный народ как будто не в себе Все это бросилось в глаза сотруднику американского секретного агентства Леону Скотту Кеннеди который прибыл в этот неприветливый уголок страны в поисках Эшли пропавшей дочери президента США Стоило ему зайти в одну хижину на окраине и осведомиться по поводу девушки у хозяина как тот набросился на Леона с топором Пришлось обороняться и пристрелить обидчика Вскоре вся деревня стала маниакально преследовать американца Оказалось что все в этой местности являются носителями паразитического микроорганизма Лас-Плагас Споры Лас-Плагас полностью управляли телом носителя Человек становился агрессивнее сильнее и почти полностью терял собственную волю А когда заканчивался инкубационный период паразит вырывался наружу и это уже было похоже на смесь паука осьминога и какой-то ужасной рептилии Леону предстояла беспощадная битва зарождающимся царством жутких бесформенных тварей и с вирусом Лас-Плагас внутри себя готовый поразить все живое и превратить его в адское месиво примитивный организм Лас-Плагас из Resident Evil 4 становится лидером сегодняшнего рейтинга самых губительных эпидемий виртуального мира если вы сумеете сохранить здравый рассудок до следующих выпусков то сможете познакомиться с самыми безжалостными магами и колдунами а также лицезреть самые жестокие компьютерные убийства и многое другое не удивляйтесь тому что впредь ваши нервишки будут шалить это значит что контакт с компьютерным миром состоялся должным образом сможете ли вы выдержать этот ужасающий цифровой удар зависит только от вас и минус и приема и на и и на и и и и и и и и и